Здравствуйте! В сегодняшнем видео я расскажу о своей основной ошибке, которую я запустила, работая тканью с крупным рисунком. И расскажу на примере вот этого летнего жакета, который я сшила в 2021 году по выкройке из бурды номер 6 за 2003 год. У меня была жаккардовая ткань с красивым цветочным рисунком, она очень долго лежала у меня в окромах, и в конце концов я плюнула и решила использовать ее как макетную ткань, чтобы потестить выкройку данного жакета. Макет получился очень неплохим, и я решила довести его до ума, чтобы носить летом. И вот тут я допустила свою основную ошибку. Я хотела, скажем так, сбить спесь с этого красивого нарядного рисунка и сделать жакет более таким простым, брутальным, приземленным. Поэтому я решила сделать контрастную отстрочку по швам, как это бывает в джинсовых куртках. Но джинсовая ткань, она однотонная, и отстрочка смотрится на ней органично. А здесь ткань с принтом, и поэтому принт стал спорить с этой контрастной отстрочкой темно-синей. Вот здесь прекрасно видно, что то ли на цветы смотреть, то ли на отстрочку. И это была основная моя ошибка. Тем не менее, модель мне очень понравилась, жакет я носила, поэтому вот пару слов просто о модели. Она совмещает в себе элементы джинсовой куртки и классического жакета. От куртки здесь накладные карманы, рельефные отстроченные швы. Вот сзади кокетка и спинка, сделанная из двух элементов. Есть широкий тоже вот такой отстроченный пояс. От жакета в точной рукав, вот такой вот аккуратненькой посадочкой. Я даже вшила подокатник, чтобы он лучше просто смотрелся. И английский воротник тоже мне очень и очень нравился. По журналу это модель без подкладки, но поскольку в жаккардовой ткани присутствуют искусственные нити, они колются, поэтому я жакет посадила на такую подкладку симпатичную. И сейчас я покажу, как это все на мне смотрелось. В принципе, летом посидеть в кафе, сходить на уличный концерт, на прогулку, в нем было очень даже уместно. Он мне нравился. И если бы не отсрочка, которую знала только я, мне было бы в нем, конечно, максимально комфортно. И в завершении этой истории, в качестве примера, я хочу показать еще одну свою летнюю вещь. Это платье. Оно тоже с крупным рисунком. И на его примере видно, как нужно работать тканью с крупным рисунком. Здесь очень яркий принт. Здесь велосипеды, люди, вывески, какие-то витрины. И в процессе уже даже раз раскроя я поняла, что у этого платья не стоит делать рукава, потому что принта будет очень много, и он будет меня перекрикивать. Поэтому платье получилось вот такое простое, лаконичное. Я подпоясывала его черным поясом и носила вот примерно так достаточно часто. И в данной модели принт оказался очень-очень удачным. Почему? Потому что эта ткань вискозная, и она очень быстро мнется. Стоит только присесть или пристегнуться ремнем безопасности в машине, сразу же появляются вмятины, заломы, и некрасиво. Но принт все эти вмятины прекрасно скрывал, потому что он яркий, акцентный, и на его фоне все это было незаметно. Поэтому платье было одним из моих любимых летних нарядов. И далее я прикреплю короткое видео, в котором видно, как это платье выглядело летом на мне. И в завершении всей этой истории просто запоминаем, что если берем ткань с активным крупным принтом, то модель должна быть максимально простая и лаконичная, чтобы ткань смогла самовыразиться и тем самым подчеркнуть достоинства твоей хозяйки. У меня на этом все. Смотрите видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok